Ну что ж, вечер добрый. Слушаете вы свое радио, я надеюсь, в постоянном привычном для себя режиме. Соответственно, знаете обо всем, что здесь происходит, особенно по будням с 8 до 10. Сюда в студию приходят живые люди, даже улыбающиеся иногда, да? Живые музыканты, с которыми мы живые беседы беседуем, они нам песни свои поют. Ну, в общем-то, кого-то, наверное, сегодня мы познакомим с этой группой, а кто-то, зная коллектив, получит удовольствие вдвойне, потому что, зная коллектив, услышать его вживую всегда приятно. Есть у нас традиция, добрая, слава богу, сложившись. Прежде чем я ознакомлю вас с музыкантами, ребят сначала играют что-либо из своего творчества. В некотором смысле музыкальная заявка для кого-то, это будет определяющим фактором, стоит ли оставаться до конца программы, а может быть, пойти заниматься своими делами уже. Итак, как всегда, живой звук. В программе живые. Поехали. С ней кайфую, с ней играю. Вместе с ней я никого не замечаю. Эти рифы, эти ноты, эти звуки, эти стили любой моды. Распадаюсь в океане. Мой наркотик, я его употребляю. Люди едут на канары. Я живу под звуки солнца на гитаре. Распивая блокпосты, заберем свои мосты. Струны рвутся на слова, и кружится голова. Распивая блокпосты, заберем свои мосты. Струны рвутся на слова, и кружится голова. С ней кайфую, с ней играю. Вместе с ней я никого не замечаю. Эти рифы, эти ноты, эти звуки, эти стили любой моды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, собственно, музыкальная заявочка сама по себе. Группа «Среда обитания» здесь сегодня. Давайте будем знакомиться. За время эфира я никого особо дергать не буду, но как минимум вот к этому рабочему красному горящему микрофону подойти поздороваться будет можно. Александр Бесенков, гитара, вокал. Это я. Это он. Добрый вечер. Спасибо, он сидит с микрофоном и вполне себе нормально себя чувствует. Борис Ахметов, гитара. Ну, подойди к микрофону, скажи «Здрасте, люди». Люди же ждут. Нет, идут сюда. Ну, красная горит лампочка. Лампочка горит. Красная, яркая лампочка. Здрасте, здрасте. Молодец, у него получилось. Александр Кураки, правильно? Кураки-н. А у меня Кураки почему-то. Есть Кураки-н. Это так прислал Саша, судя по всему. И вот тут есть единственный человек в коллективе, обычно это барабанчик, у которого свой собственный, помимо ведущего, свой собственный микрофон. Угу, да. Ты его к себе тянешь, я тебе его включаю, и ты говоришь. Здрасте. Молодец. Василий Паю. Здравствуйте еще раз. Тут никаких букв не пропущено. Паю. Все верно. Ты когда себе придумывал псевдоним, ты просто забыл, что буква О должна быть. Это не псевдоним, это настоящая фамилия. Реально? Реально. А что за фамилия такая, просто любопытно? Молдавское происхождение. Молдавское, все, теперь понятно. Тогда Паю. Конечно, без вопросов тогда. Вот, собственно, это и есть группа «Среда обитания», которая здесь в своем, как я понимаю, замечательном полном составе. Да, совершенно верно. Что, Юля, напиши, у нас либо в микрофон, либо молчит, ты же знаешь, у нас других традиций не бывает. Вы пришли сюда для того, чтобы показать свою музыку, и я скажу так, как только появился анонс, появился он часа два тому назад в группе, народ сразу начал писать, что, о, да, по ротации мы уже запомнили, песни знаем, песни хорошие, поэтому ждем живого выступления, чтобы разобраться до конца с коллективом, ну, и так далее. Поэтому ваша задача сегодня сделать все возможное, чтобы народ вас еще больше полюбил. Постараемся. Молодцы. Все для этого сделать. Хорошо, как легко договариваться с людьми. Сразу на все вопросы самые провокационные отвечают, да, мы сделаем. Как с нами связываться, я сейчас сообщаю на всякий случай, тем, кто, может быть, подзабыл. 46-47 – это короткий номер для смс-ок ваших. Сначала пишите свои, пробел, а затем все, что хотели бы адресовать коллективу. Это могут быть вопросы, это могут быть эмоции, впечатления, ну, в общем, все, что угодно. Группа, официальная группа ВКонтакте, группа своего радио, там давно уже выложен анонс, анонс с фотографией. Где-то ребята на диване сидят, я не очень понимаю, где. Это клуб «Томат». Я хотел сказать, в каком-то клубе. Но, судя по всему, так и есть клуб. Самое интересное, очень важное наблюдение и замечание, что выделено синем название коллектива, это значит, активная ссылка, кликая на которую вы попадаете в их сообщество. Становясь участниками этого сообщества, вы, само собой, получаете всю нужную музыкантскую информацию в первую очередь. То есть концерты, туры, диски, эпишки, ну, и все-все-все, что касается жизни коллектива. Можете писать уже, и народ много чего уже написало, будем читать по ходу эфира в группе ВКонтакте. Что меня так смотришь, скажи мне, пожалуйста. Я хочу понять. Не понимаю свой взгляд. Видеть можно все, что в этой студии происходит. Для этого нужно просто войти на сайт, на сайт своего радио, своерадио.фм, там сверху плеер, в плеере слева онлайн аудио, справа онлайн видео, ну, и кликая на онлайн видео, щелкай вы в картинке. Картинку нам представляет Планета.ру, спасибо большое. Низкий поклон, большая благодарность. Там же, кстати, есть чат, и чат есть на сайте своего радио. В общем, писать можете всюду. Мы пытаемся учитывать самые интересные сообщения отовсюду, и самые любопытные попадают в эфир. Все. Теперь мы возвращаемся к коллективу. Само собой, еще раз здрасте. Добрый вечер. Как называлось первое произведение, которое вы пили? Первое произведение называлось «Моя гитара». Сколько лет этому произведению? Ой, произведение не такое уж древнее. Написано где-то около года назад, наверное. Ну, то есть свежачок практически. Да, практически свежачок. А сегодня вы будете петь чего? Столько старые песни или новые какие-то? Нет, будем в основном петь новые песни, ну, и вспомним какие-то старые песни. Это обязательно нужно сделать. Я считаю, что это обязательно, потому что, ну, если иметь в виду ротацию, то неприятного зверя, предательства, рассветы, чувства красоты. Ну, из-за этого мы что-то тоже споем обязательно. Вот эти песни звучат в ротации, их знает аудитория, и уже ориентируясь по ним, как-то пытается сложить картиночку на предмет коллектива. Что за группа и что поет. Давай с цифрами разберемся. С 99-го года, по-моему, группа существует. Ну, это тот момент, когда я только начал заниматься музыкой. Это, в принципе, в Кимовске было все. То есть, когда пошел в музыкальную школу. Ну, это уже после этого. А, то есть, группу создала, потом пошел. Это как женщины сначала покупают машину, права, а потом учатся ее водить. Ну, в общем-то, да. Полжизни, да. Так это. Вот, на самом деле, все это дело у нас началось с 2008-го года в Москве. Вот, были совершенно другие музыканты, и вот постепенно коллектив менялся, кто-то уходил, кто-то приходил, и вот на данный момент группа выглядит именно вот в таком составе. И буквально вот где-то, наверное, ранней весной мы собрались в таком составе и начали вот что-то делать, что-то воспроизводить. То есть, получается, можно сказать, что группе 7 лет? Ну, где-то да. Ну, если с 8-го. Около этого, да. То есть, 7 лет коллективу. Просто до определенного времени была одна история. Мы как бы занимались, мы были под продюсерским центром. Каким? И там происходило, ну, был некий человек, ну, не буду называть фамилии там. Ну, хорошо. Просто это уже история, которая, да, ушла. Вот какая-то история происходила, потом это все закончилось, и пришлось начать все заново и, в общем-то, уже становиться как бы самим. Потому что слава богу. Слава богу, если честно. Слава богу, да. Мне кажется, что лучше самим, на самом деле. Да. Лучше потихонечку, но верно. Да, согласен. Вот с этим даже спорить не стану, потому что это, мне кажется, справедливо. Лучше сделать самому. Никто за тебя лучше этого все равно не сделает. Очень, я хочу сразу вас пожурить, извините за такое слово старообрядческое. А у вас вообще практически никакой информации в сети нет. Ну, практически. А очень хочется. В сети нет информации, да. Но мы как бы это на концертах в основном все рассказываем людям там. А, то есть у вас два отделения. Первое отделение вы о себе рассказываете, во втором вы уже поете, я так понимаю. В процессе. Вот. Минут сорок пенья. Ну, на самом деле, мы недавно, и поэтому еще как бы что-то там такое выкладывать еще пока нечего. Ну, как недавно мы с вами уже, простите, пересекались? Ну, пересекались еще на маяке, да. Но это была как бы вот как раз другая история еще тогда. Ну, то есть за это время вы подросли? За это время мы подросли, да. Окей. А крепли? Я вижу, я чувствую. В общем-то, да. Крепость в плечах прям сразу ощущаю, даже на расстоянии. Давайте петь, чуть будет. Давайте. Зарядить пистолет следующая композиция называется. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Здесь сегодня среда обитания. Поехали? Погнали. Бесполезно. Я уже содержался в пути, откровенно мне приходится даже ползти. Я вижу, как ты за обычным стеклом напиваешься вечером красным вином. Перед тем, как собраться и выйти на свет, я прошу, дай мне время, ау, зарядить пистолет. Безответно, я уже не пытаюсь искать. Откровенно, эти выстрелы мы поделили с тобой пополам. И я вижу, как ты за обычным стеклом напиваешься вечером красным вином. Перед тем, как собраться и выйти на свет, я прошу, дай мне время. Я прошу, дай мне время. Я прошу, дай мне время. И я вижу, как ты за обычным стеклом напиваешься вечером красным вином. Перед тем, как собраться и выйти на свет, я прошу, дай мне время. Я прошу, дай мне время. Красиво. Сереж, обрати внимание, пожалуйста. Мы движемся дальше. Напомню, среда обитания здесь сегодня. Коллектив из Тульской области. До сих пор вы считаетесь коллективом из Тульской области? Ну, я один из Тульской области, на самом деле. Ребята все по-разному. Это город Кимовск. Это город Кимовск. Я оттуда родом. Родом оттуда. И там, в общем, изначально началась история коллектива. Да. Та самая часть, о которой ты не говоришь сегодня. Ну, нет. Она началась в Москве. Та история, это вообще была история Кимовского ДК. То есть, еще будучи там пацанами, так сказать, мы пришли, взяли гитары и начали там играть. Вот. В общем-то, все это продолжалось до того времени, пока я не ушел в армию. Вот. Придя с армии, стало понятно, что ловить в Кимовском ДК уже нечего и нужно что-то делать. В личном Министерстве обороны все-таки портится. Да. И пришлось уезжать в Москву. Ты видишь, об этом пришлось, как будто это была трагедия? Нет, это была не трагедия. Но это был серьезный шаг. Вот. Правильно. И, в конце концов, шаг себя оправдал? Да. Да, конечно. Сколько альбомов у коллектива на сегодняшний? У коллектива пока на данный момент один альбом, второй сейчас идет в процессе записи. Ну, то есть, уже работа идет? Да, идет работа, да. Это очень хорошо. И сегодня какие-то песни из этого нового альбома? Вот. Вот эти песни, которые мы играем, они будут как раз в новом альбоме. Я тебе скажу, что, исходя из тех двух, что я услышал, альбом может получиться весьма сильным. Ну. Но по ощущениям пока. Конечно, прости меня. Да. Но мы стараемся. Но по ощущениям так. Могу сказать, что коллектив состоит из очень скромных людей, скромных музыкантов, это такое наблюдение мое со стороны, потому что на чеке, когда ребята готовились к эфиру, обычно все-таки перед началом люди репетируют, чеком это называется, Борис сказал, что он как-то очень плохо играет на гитаре. Я сейчас послушал, что он вытворял в этой песне, подумал, ну, скромность, в общем, она, скорее всего, ведет в безвестие. Зря ты, да. Зря. Ты очень ничего так играешь на гитаре, тебе скажу. Вполне себе достойник. Ну, так на самом деле многие считают. Что он не умеет играть или что хорошо? Что умеет. А он почему-то считает, что не очень. Ну, это уже личное дело, на самом деле. Скромность, в общем, наверное, украшает человека, но лучше вслух об этом не говорить. Ты думаешь, что играешь плохо, а вслух никогда об этом больше не говори. Потому что люди же начинают верить, ты же понимаешь. Я уж садясь в эфир, подумал, ну, сейчас начнется же. Он же сказал, что он играть не умеет. Будет же кошмар. Посмотрите, что происходит. Все вполне. 46-47. Это короткий номер для СМС. Квашек сначала своим. Пишите, делайте пробельки, затем уже пишите все, что хотели бы. Значит, голос и манера исполнения смутно напоминают что-то, пишет Андрей Пузыревский. У ребят есть кумир, а я не знаю, что смутно. Тебе самому что смутно напоминает твой собственный голос? Ой, да я даже не знаю. Я тоже как не очень знаю. Мой голос напоминает. Молодец, хороший ответ. Я тоже, откровенно говоря, не очень смутно и не смутно, не очень представляю себя, чей голос кому-то что-то напоминает. Значит, группа вроде не так давно появилась в ротации, запомнились их песни. Запомню песни пока не успела, как раз сегодня эфир мне в этом поможет. Ну, как недавно? Ну, уже достаточно прилично, на самом деле, появилась группа в ротации. Да, не сразу, естественно, я подливаю, подливаю, подливаю в базу коллективов аккуратненько, чтобы сильно там мозг не убивать у аудитории. Так уже 325 групп в ротации. Покажите мне хоть одну радиостанцию, где такое количество классной, живой, настоящей музыки, да еще и одновременно. Итак, вернемся теперь, понятное дело, к тому, что и чем вы занимаетесь. Получается, что ты теперь в Москве, и все ребята москвичи. И репетируете... Ну, все ребята не москвичи, но все в Москве. Ну, неважно. А, подожди. А, не москвичей вообще нет. Нет, в данном случае имею в виду, что живете в Москве. Живете в Москве. То есть возможность репетировать, собираться... Конечно, естественно. Вот это важно. Очень плохо, когда такой возможности нет. Просто приходил масса таких вариантов, но вот один из последних, это Пушной, у которого все музыканты в Киеве живут, скажем. А он здесь. А, у Сани Пушного. Да, и попробуй их собери все вместе. Это очень сложная проблема. А с вами как-то легче, хорошо. Уже хорошо. Кто тексты пишет? Я. Музыку? Ну, я пишу наброски, а как бы музыку делаем вместе уже. Ну, аранжировки совместные. Непосредственно, да, уже совместные. Спрашивайте, кто поет, не буду, поешь ты. Поэтому, в общем, вопрос глуп. Что касаемо, ну, скажем, той вот позиции, да, которую ты занимаешь в музыке. Вы играете рок? Ну, вообще... Вообще, да. Я считаю, что мы играем рок. Тебя обманули. Меня обманули? Да ладно, шучу я. Я не знаю, как это называть, потому что, в принципе, мы стараемся музыку не делить на жанры, на стиль. Если это кайфово, если это скачает, если это хорошо, если это талант, все это не имеет никакого значения, как это все называется. Главное, чтобы это очень попадало в душу. Это офигенно, пишет Илья Тиняков. Ребята с первой песни уже мощно жгут. Нормально? Хорошо. По-моему, хороший отзыв. Значит, кажется, с первой песни зацепили. Даже планету включила, чтобы взглянуть. Понравились. Светлана Коваленко, пишет. Андрей Архипов. Цыплючи, классненько. Тапку в пол и погнали на максимальной громкости. Правда, машины с тапкой нет. Но все равно, тапки-то есть, пишет Андрей Архипов. Привет человеку с молдавской фамилией из Молдовы, пишет Анатолий Михайлов. Он из Гагаузии, кстати, сказать. Город Камрад. Это наш постоянный слушатель. Кстати, дизайнер, который разрабатывал логотип, в том числе, для радиостанции. Очень плеваю. Да, вот он из Молдавии. Так что ему особо приятно, видимо, своих землячков здесь увидеть в этой студии. Что касаемо альбома? Как он будет называться? Мы еще не решили, если честно. То есть, когда только будет все готово уже, там мы уже сядем и подумаем над этим. Ну, а сколько сейчас процентов, ну, скажем так, сделанная работа? Сделанная работа уже та, что все отрепетировано и записаны барабаны там каким-то песням. Ну, вот потихонечку мы идем. Просто все не так просто. Нужны же какие-то вложения, деньги. Ну, это нормально. И мы потихонечку стараемся своими силами все это делать. Я почему-то спрашиваю. Пользоваться краудфайнингом не пытались? Помогает, говорит? Ну, пока еще нет. Нет? Пока еще не пытались. Своими силами пока. Пока еще не пытались. Ну, то есть, как обычно, музыканты должны работать для того, чтобы играть музыку. Ну, в принципе, так и происходит. И сами вкладываете в то, что делаете? Ну, да. Ну, это нормальный процесс? По-другому никак. По-другому никак. И, собственно говоря, когда говорят, что только в России, так неправда. Есть у нас примеры. И группы из Австрии побывали здесь, и из Германии. Ну, русскоязычные. Везде все одно и то же. Пока ты не стал более-менее востребованным, ты все равно вкладываешься сам. Это вполне естественно. Я так понимаю, что вы с этим миритесь, живете нормально. Претензий к миру, к жизни нет? Нет, 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 совершенно нет. А что тебя вдохновляет на музыку, скажи? Ой, да все по-разному. По-разному. Все вдохновляет. Ну, обычно говорят, да, извини. И жена, и окружающая среда, и, в общем-то. Жена вдохновляет? Все, что происходит со мной, и дети, в общем-то. Жена говорит, так, пошел писать песню. Ты сегодня не спишь со мной, ты идешь писать. Все, вдохновляю тебя, давай. Нет, быстрее я говорю, жена спи, я пошел писать. Да, дорогой, пойдем займемся сексом. Ну, иди, начинай, я сейчас подойду. Просто всегда интересно. Я почему-то заметил, ну, как почему-то, по-моему, это логично абсолютно. Человек пишет стихи, ну, в общем, как говорят, тексты для песен, это не стихи, но все равно творчество, да? Либо в состоянии острой радости, или в состоянии острой тоски, обычно человек от радости пишет, ну, влюбился, например, да, крылья выросли, сел писать какие-то замечательные тексты, или потом расстался, опять же, все внутри перевернулось, писать стал грустные тексты, спленовые такие. Ну, понятно. Что все-таки тебя подталкивает? Ну, я говорю, это какая-то вот не от меня зависящая такая, ну, возникает какое-то состояние, вот сидишь, занимаешься, приходят какие-то мелодии, и возникает ощущение какого-то настроения. Ну, и как-то вот приходит, садишься, и вот оно полилось. Ну, то есть абсолютно никаких, ну, не знаю, увидел по телевизору какой-нибудь сюжет, бах, пошел писать, нет такого не бывает? Нет, ну, конечно, какие-то факторы влияют, которые происходят вокруг, да. Какие? Ну, например? Да, всякое разное то, что там и в Украине происходит, и там, и сям, ну, по-разному. Ну, то есть ты социально озабоченный человек? Ну, я, по крайней мере, стараюсь за этим следить, да. Мне это не безразлично, по крайней мере. Окей, ну, давайте тогда петь дальше, нам тоже не безразлично, что вы играете. Имя. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня среда обитания. Погнали! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На перегонки побежали Выстрел оказался быстрей Весело победы встречали Новый день Горькими слезами солили А во рту был сахар и сок Выжимали грубое имя Друг из друга сок Имя Жьё носит имя Твоя любовь Великолепная детка Зелёные глаза Синяя река Большая волна Радио ФМ Я во сне к тебе загречу Но ты где есть? Так кормил я время кусками Отдавая потенциал И в большом трагическом зале На басу и твист танцевал Крепкое горбатое слово Застревает пробка виша В горле перепады давлений Имя на кровавых губах Чьё носит имя Твоя любовь Великолепная детка Зелёные глаза Я Синяя река Большая волна Радио ФМ Я во сне к тебе закричу Но ты где? Но ты где? Но ты где? Но ты где? Сладкое имя Ветер всё вымело Зелёный мир Посадил нас И осталось мне Так же, как тебе Кровь на стекле Знам Имя Чьё носит имя Твоя любовь? Великолепная детка Зелёные глаза Синяя река Большая волна Радио ФМ Я во сне к тебе закричу Бабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабабаб Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Кулакова настройки работа все и занимаются музыкой играют подожди подожди играют корпоративных проектах это как понимать ну есть собираются коллективы которые играют на корпоративах но не свою музыку отчет на каверат ну да там там наверно зарабатывать как-то можно то есть все так живут никакой работ других никаких нет тебя не слышно микрофона не да у нас либо в микрофон либо молчали свободное от музыки время мы естественно занимаемся музыкой только уже с коммерческой точки зрения но вы редкий коллектив где все четверо музыкантов этим зарабатывать чаще бывает что сюда приходят музыканты кто-то из них работаем на аэропорта работа айтишником кто-то работает в редакциях кто-то работает пожарными реально живыми такими делами занимаются а вы тут музыка вот так вот у нас получилось на поэтому у нас нет и не на что времени не собраться не записывать а как собственно вам это удалось Всем так? Ну, вот так, желание И музыкальное прошлое, наверное То есть получается, давайте так Чтобы было понятно Хочу отчертить этот круг В свободное от музыки В коллективе «Среда обитания» время Вы, каждый из вас Имеет какие-то свои еще коллективы Которые каверами зарабатывают деньги Да, совершенно верно То есть вам задать вопрос, играете ли на корпоративах В принципе, можно Играете, хорошо Огромный привет, Саше Очень люблю твою музыку А еще горжусь тем обстоятельством, что у нас с Сашей день рождения в один день Меня почему-то это очень радует Юлия Дидоренко Или Дидоренко, я уж не знаю, как правильно говорится Но о каком у Саше в данном случае? О каком Саше? Мне, наверное, скорее всего Идет речь Может, это не моя? А, да, в таком случае, да В таком случае, а тебе речь Потому что в коллективе я сообщаю Юлию еще один Саша, он басист Есть Так, где-то было, значит, я слышал про один альбом Где купить? Кстати, альбом первый, который был пока единственный Как он называется? Он назывался «В самое сердце» Почему назывался? Ой, ну и называется в данный момент «В самое сердце» Где его можно приобрести? Где его можно получить? Ой, ну, в свое время были выпущены диски, которые продавались Вот, на данный момент, если только в интернете Он весь выложен, можно его заходить, слушать, покупать В группе есть у вас? Есть, да, везде в группе есть Но в данном случае человека, я знаю, кто это пишет Это пишет Андрей Архипов Он как раз коллекционер-болваночек Ему интересно живой физический диск заполучить Пока их невозможно Ну, можно с ним списаться, что-нибудь придумаем Вот Я думаю, что он сейчас, Андрей, вы слышали? Списывайтесь, конкретно Саша списывайтесь И он вам расскажет, каким образом, может быть, даже Информацию ему получится Борисенкова, конечно, других пока не знаю Юлия Дитаренко пишет А, ну, это я знаю Ну, все, да Ну, я понимаю, да Других пока не знаю А почему так получилось, что других музыкантов пока Даже поклонники не знают? Ну, я еще раз повторяю, что не так давно мы собрались Вот в таком составе Ну, с восьмого года-то, спасибо Нет, с восьмого года, нет Мы собрались совершенно, вот, можно сказать, ранней весной И вот только начали, как бы, вместе вот До этого были совершенно другие музыканты А, тогда ты правильно что-то слышишь Мы совершенно недавно, и поэтому, вот, кто сейчас здесь есть Вот, они, как бы, составляют То есть будем считать, что весна, получается, еще, что, лето, вот оно Да, да, да Полгода, что ли? Да, да, да Ах, вот как То есть этому составу всего-то полгода Да, конечно Ага И вот за это Сначала мы познакомились с Саней Так Он меня познакомил с Борей Так И, в общем-то А Боря вывел на вас А Саня с Борей вывели на Васю Это вы, получается, за полгодика так собирались уже? Ну, да А что, ну, это круто Ну, что сказать-то Я сейчас слышу и понимаю, что все абсолютно нормально Нотка в нотку За три часа мы собираем Да То есть у вас три часа репетиция была Ну, тогда остается признать, что вы просто Супер-мега-профессиональный музыкант Супер-мега-профессиональные люди А будут ли песни одноименные с альбома? Спрашивает Константин Павел Будут парочку, будут Нет, одноименная с альбома В самое сердце? А, в самое сердце? Нет, ее не будет, к сожалению Нет? Чего так? Ну, мы еще до нее не дошли А, то есть за три часа не успели отрепетировать Пока другими вещами занимались Я понимаю, да Три часа слишком мало времени Для того, чтобы всю программу отрепетировать 4647 Это короткий номер для смс-ок ваших Сначала свои, пробелечка А там дальше уже смотрите, что хотите написать Это могут быть, опять же, и вопросы Это могут быть эмоции, впечатления Делитесь, пожалуйста, всем, что на душе В данный момент есть Тут, кстати сказать Вот я бы с удовольствием пообитал в этой среде Классные ребята Пишет Андрей Голубов Это, кстати, ведущий эфира своего радио Профессиональный человек Поэтому еще один комплимент в вашу сторону И такой серьезный комплимент Так, а, вот что Никита Пятачков имеет Чем примеров, правда, масса Ну, лучше чем, да? И он пишет, чем примеров, правда, масса Странно Никита, вы вводите сейчас меня, знаете, как В сумбурное состояние Я пытаюсь... А, чем первые два трека, к примеру, пишет Никита Пятачков А, то есть в этом произведении, в третьем Другое звучание, нежели в первых двух Что скажешь? Ну, не знаю Мне кажется, по звучанию все как-то гармонично Может, тоже так кажется Я перегруз включил А, перегруз включил Поэтому звучит чуть по-другому Ну, такое тоже может быть Просто человек сразу не определился У нас объяснять, что такое перегруз Я думаю, далеко всем не нужно Есть масса людей, которые профессионально к этому К музыке относятся И музыканты в том числе Но есть те, кто не очень понимают, что такое перегруз Условно говоря, дядька-гитарист на педали Кнопку нажал Нажал И она стала вместо деления деления Ага, делая Вот поэтому и звук стал немножко другим Это я так доступно пытаюсь объяснять Тем, кто не очень в курсе всех этих технических терминов Дальше давайте петь будем Что это будет? Песня называется «Так с ума» Как всегда, живой звук в программе Здесь сегодня среда обитания. Поехали уже. Поехали уже. Поехали уже. Память моя. Кому такой, да с больной головой. А доктора Смотреть меня. В обе руки полоскают мозги. А я так с ума сходил на звезды, так с ума летал, как птица. Так с ума в реке жил рыбой, рыбой настоящей. Так с ума залез под землю, так с ума зашел к ней в гости. Так с ума сломал все кости. Переломы теперь везде. Так с ума. 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 Мышцу качать с головой, больше так не играть. А я так с ума. Так с ума. Летал как птица. Так с ума. В реке жил рыбой, рыбой настоящей. Так с ума залез под землю. Так с ума. Зашел к ней в гости. Так с ума. Сломал все кости Переломы теперь везде Так с ума Так с ума Так с ума Смотри, чего пишет аудитория Юлия Усова, например Человек очень открытый, конкретный Тоже из постоянных слушателей Уж точно вы попривыкали ко многим Мы знаем, что ждать Вот она пишет, очень вкусная, красивая, искренняя музыка Сегодня такой эфир, спокойный Без разрыва шаблонов, просто с удовольствием слушаю По-моему, это комплимент А вы не пытаетесь разрывать шаблоны? Вы играете вполне традиционную музыку Ну, что-то бывает Бывает и разрываем, по-разному бывает А чем разрываете? Борином Он сейчас не очень понял Каким образом им разрываете? Гитарными партиями и всякими интересными делами Не-не-не, ну, подожди секунду Это тоже не есть разрыв шаблона Это продолжение некой традиции рок-н-ролльной Я говорю, например, какого-нибудь диджея В этом плане У нас есть это все в наметках и в перспективе Конечно, хотим привлекать народ Почему нет? Да То есть у вас такие мысли есть? Ну, а почему нет? То есть, может быть, какое-то время спустя Среду обитания можно будет увидеть с духовыми? Вполне возможно Или со смычковыми? Вполне возможно Я думаю, что даже это можно уже будет услышать в записи Да ладно? Ну да То есть на новом альбоме? Ну да Как я так неожиданно заглянул-то в историю жизни Не знал же, просто спросил То есть это есть такая вероятность? Ну, есть, есть Вот, это уже в некотором смысле будет разрыв шаблона А, кстати, то, о чем ты сейчас говоришь, знает Ну, ваша постоянная аудитория, поклонники Ну, мы не собираемся пока посвящать Ну, спрашивают люди То есть это сейчас эксклюзивная информация? Ну, пока еще, да Мы как бы все это втайне так вот ваяем-ваяем Ну, уже не тайно Потом хотим Ну, уже не тайно Ну, не, ну, хорошо, хорошо Зато интрига Зато интрига Те, кто любит вас и ходит на ваши концерты Они обязательно на это обратят внимание Что касаемо концертов Раз уж так я сам в эту сторону уже поплыл Когда ближайшие? Концерты, концерты ближайшие будут только осенью Потому что сейчас смысла в клубы залазить нету Лето, отпуска А вот с осени, да, будут происходить концерты А фестивали какие-нибудь? Ой, фестивали мы в этом году только на шокофесте поиграли В общем-то Вот На второй сцене Был еще один фестиваль, куда мы окунулись А, вы успели на главной? Ну, это... Подожди секундочку, извини Да Шокофест, это вы на главной успели? Да, мы играли на главной в первый день Да, мы играли на главной сцене Когда я приехал туда уже вести все это дело Да, мы уже, к сожалению Уже уехали Да, не, в том, что вам повезло Вы на ней такие сыграли Потому что ее потом убрали А, вот так А ты не в курсе? Мы не в курсе, да О, братцы, вы такую, знаете ли, интригу пропустили Вы поиграли в первый день на большой сцене А что там случилось? Рассказываю В общем, информацию, которую никогда еще пока в эфире не делился Вы отыграли Не только вы И замечательно все прошло В тот день это была пятница У нас был эфир, поэтому приехать мы не могли Мы поехали в субботу вести это мероприятие Дальше В эту ночь Кто-то из местных Пришел Ну, знаешь, как это бывает Боковать пришел Сбитый Что тут игра... Ну, его отоварили Естественно Отоварили так, что он попал в больницу А когда человек попадает в больницу Тоже сообщают в полицию Пришел полицейский Кто-то рассказал, что я пришел на фестиваль И меня, значит... Все На утро приехали ребятки По форме одетые И без формы одетые Стали проводить там всякие Оказалось, что с их точки зрения Сцена была заявлена На три тысячи Так сказать Ну, должна была быть А поставили сцену, которая рассчитана на пять тысяч народов Я удивляюсь, знаете ли, интеллекту наших полицейских Они знают, какого размера должна быть сцена Которая рассчитана на три тысячи зрителей И какая должна быть на пять тысяч Интересно В итоге они нашли к чему докопаться В итоге нашли к чему придраться И поэтому мы приехали туда к 11 утра Где-то около пяти Мы так, простояв рядом с этой сценой И уехали оттуда Ее, в общем, разобрали Поэтому все остальное происходило на второй сцене На детской сцене Почти большая часть в акустике играла Так что вы... Ой, вы потеряли такую, я вам скажу, историю Кино прям Романтик Романтик А какой, ты сказал, второй-то был? Ой, второй фест, я даже не хочу говорить Это пересвет был в Брянской области Но это было ужасно Почему ужасно? Ну, по организации и по всему О, это нормально То есть нас туда сорвали Круче Крымфеста ты ничего не найдешь То, что там происходило Это был полнейший уровень Ты в Фейсбуке последи за тем, что сейчас на Крымфесте происходит О, ребята, это цирк с ханями Там тоже круто Цирк с ханями Фестиваль, который был заявлен Фестиваль шестидневный Если он начался на второй день, по-моему Или даже на третий день Ну, короче говоря, там сцену все ставили Никак крышу не могли поставить на сцену Я не хочу сейчас ни в коем случае, конечно же, никаких стрел критических в эту сторону пускать Ну, просто потому, что организация такого порядка фестиваля должна была быть, мне кажется, на порядок На два, на три выше Так что, если ты не побывал там и не посмотрел на это сам То читай, пожалуйста, в Фейсбуке Я слежу с чипсами и попкорном за этим делом Очень внимательно У тебя предложения были туда съездить? Ну, в общем, чек сегодня вечером начал А, вот как Он должен был начаться какого? 20-го? 20-е по 26-е Чек начался вчера вечером Ой-ой-ой Заметь Начался Такий чек Начался Все Сегодня вечером чек Вот Сегодня, вот Юля последнюю информацию знает Начался чек Гениально Гениально организовано все Гениально Причем, самое интересное Меня порадовало Не знаю кто Администраторы фестиваля заявили Что в первый день сыграла группа Грибы Собрала огромное количество людей А люди, находящиеся там Ходили с видео, снимали И ждали эту группу Грибы На несуществующей пока сцене В общем, там много интрига Будем за этим делом следить Дальше Так что Крымфест Жжет Да В этом году это самое интересное Увлекательное, мне кажется Летнее событие Музыкальное Так, надо, наверное, дальше петь Да Следующая песня Рок называется Да ладно Да Это, чтобы никто не ошибся Мы будем петь про рок Давай Как всегда, живой звук в программе Живые Здесь сегодня среда обитания Погнали Это называют рок-н-ролл Если ты игрок То лучше фолк, чем слово гол Зазвенели струны Склонилась с волосами голова Найти бы лучшие слова Едва мой ход Мой ход сегодня Не доход, а я такой Под звуки песен По дороге боевой Под звуки песен Меня сделали на свет Включили свет Ой, рок Крем для бритья И паста для зубов Не досчитаешься с утра Промокшая одежда И оборвана струна Меня не поняли Пошли в сено Это называют рок-н-ролл Это когда водка Разливается на стол И бежит стихами К крови Ведь рождены Мы все для воли слов Каких-то снов Не видишь ты А вот для нас Они доступны, как стихи Мы смотрим фильмы И мечтаем, как всегда Я сделал то, зачем пришла Моя душа Душа жужжа Ой, рок Крем для бритья И паста для зубов Не досчитаешься с утра Промокшая одежда И оборвана струна Меня не поняли Пошли в сено Это называют рок-н-ролл Это когда мастер Снова делает укол Синей кровью умываясь Но ты растешь В глазах своих друзей Побольше пей Ой, рок Крем для бритья И паста для зубов Не досчитаешься с утра Промокшая одежда И оборвана струна Меня не поняли Пошли в сено Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- К тебе, я бы сказал Жесткий вопрос Да, хорошо Почему этой песни до сих пор нет у меня В наличии, скажи мне, пожалуйста Эта песня, она не записана Ни в каком варианте Самое вкусное, они никогда вовремя Не записывают Вообще, вы когда-нибудь поймете Я всегда смотрю на музыкантов с легким чувством Осторожным чувством Мало, когда музыканты сами понимают Где у них главные хиты Вот это реальная хитяра Почему она не записана? Ну, вот в процессе А сказать-то нечего, когда будет записано? Ну, я думаю, где-то в середине августа Все это дело будет записано Я сейчас хочу взять с тебя слово Нет, подожди, хорошо, может ты не согласишься еще Нет, но у меня еще будет больше стимул Тогда записать Когда она будет записана, эта песня Ну, я очень прошу ее сделать в скорости Пришли мне ее, пожалуйста Я ее возьму в премьеру, потому что она Ну, очень достойная Она реально цыплючая и хитовая Совершенно хитовая вещь Вот абсолютно однозначно хитовая Хорошо Сейчас я не знаю, кому мне это адресовать Тебе или звукорежиссера Кстати, надо сказать, что Да, спасибо, надо сказать, звукорежиссер Рамма Сегодня их двое Наш Серега Дебальский Который занимается своим делом И звукорежиссер коллектива Я не знаю, как зовут Это Антон Романов Вот, это легендарная личность А в чем легендарность? Ну, во-первых, сестра Антона поет в группе ДДТ Это Алена Романова Это его родная сестра Ах ты, ешкин кот Да Так Это человек, с которым мы прошли армию И с которым мы дружим практически всю жизнь И с Аленой, и вот с Антоном Круто И Антон, получается, звукорежиссер, который сводит Антон сейчас в данный момент концертный звукорежиссер Но какие-то аранжировочные моменты мы Ну, поэтому тогда я на него не смотрю Когда говорю, что песню надо сделать быстрее Все-таки к нему это не имеет отношения в таком случае Ну, пожалуйста, ладно? Ладно? Это действительно важный момент И я тебе скажу, что не только мне На меня нацепануло сразу же Народ пишет вот что Давай-ка вот эти, почитаю как есть Ой, какая красивая, эмоциональная, будоражущая песня Класс, Светлана пишет Вот эту песню в ротацию Константин написал Ну, значит, рок-супер Это Юля написала Усова И так далее Это, кстати, с Саниной по ночам ее сняли Тебе спасибо сказать надо, что ли? Получается так Но песня реально цеплючая Песня реально хитовая Еще раз это повторю Не считаю, что это зазорно Повторить это не лишний раз Музыкантам, наверное, приятно это слышать Правда, ее надо как можно быстрее записывать Она пойдет у нас в премьерах А премьеры всегда ждут И знают, что в очередной раз Новые премьеры принесут какие-то новые открытия Мы стараемся это делать периодически Чтобы удивлять аудиторию, радовать Чтобы делать все возможное Делаем все возможное Чтобы аудитория понимала Как все-таки много В России Я сейчас уже не говорю в России В России, Белоруссии, Украине Среди русскомыслящих вот так Музыкантов Как много талантливых людей Реально классную музыку делающих Это правда Сегодня одни из этих ярких представителей Среда обитания Здесь в программе «Живые» на своем радио Скажи-ка вот что Если я правильно понимаю Выходит после нашей той встречи Которая была еще на «Маяке» Где, собственно, программа «Живые» зародилась С тех пор изменился состав С тех пор У меня родилось двое деток Опа Как сразу, что ли, двое? Ну нет, один через год, другой Погодки? Да Поэтому тоже было У тебя жена героиня Да У меня жена героиня Только давай, честно скажи И в положении Опять? А ты давно женился, скажи, пожалуйста Ой, сейчас скажу 2009 год То есть достаточно давно А что сейчас ты тебя так разбабахал? Ну вот так вот Как-то пошло То есть решили, что пора? Да Слушай, ну на самом деле Погодки — это очень серьезный шаг Реально Сколько сейчас детям? Мальчики? Да Одному — три Второму — два Два, соответственно Теперь будет еще Ну, два года разницы Да А сколько вы хотите, извини За такой вопрос? Так куда уже? У меня еще дочь старшая есть Четверо, все Полный комплект Нет, ну я думал, что Может быть у человека Есть цель какая-то Создать себе нормальный коллектив На будущее Так, чтобы уже все было Как положено Коллектив создан Ну я мало ли А раз погодки Как зовут пацанов? Серега, Саня Серега, Саня А сейчас А девочку? Алина А сколько ей лет? Алине 11 11 лет Ну я так понимаю, что это Прошлая жизнь Ну да Ну общаешься? Да А сейчас кого же Нет-нет, это прошлая жизнь Не моя Ну это вторая Я воспитываю ее В общем-то С маленьких лет Умница Извини, что я так Но это по-мужски очень достойно А что касаемо следующего Кого-то дитя? А вот не показался еще Скрывается? Да Ну бывает так Бывает Бывают мальчики скромные очень Обычно все показывалось А вот сейчас Бывают скромные мальчики Что-то никак Так зажмет, что и невинно Угу Угу Девочку-то трудно перепутать с мальчиком А мальчика бывает перепутать А хотя бы так в жизни тоже бывает Ты понимаешь? Ну да, в нашей жизни все бывает Блин, как все повернуто Шутки шутками Но отец-герой практически Четвертого ребенка ожидает А у кого еще есть в коллективе дети? Он один за всех отдувается? А, у тебя когда? У тебя сколько? Двенадцать Не слышно тебя Можно к микрофону? Мы сейчас со звукорежиссером общаемся Да Девочке двенадцать лет Одна девочка Да, одна девочка Ну а ты не стремишься к Сашинам успехов? Дело в том, что Это моя бывшая как бы семья То есть я не живу с ней Я только встречаюсь и все Все, сядь на место Ты меня расстроил сейчас Ты меня расстроил сейчас Ладно, нет, ну всяко бывает в жизни Я нисколько сейчас не... Это такой разговор Не более чем показательный С точки зрения того Как все-таки приходится Вот это и ты кормишь всю семью Да Все, герой Герой Я сейчас выпрямлю спину Потому что рядом с ним надо Мне кажется, стоять С высоко поднятой головой Чувствуя себя Чувствуя гордость мужское Понимаешь? Население России Ты молодец Сколько по времени песни Которую вы сейчас будете петь Потому что мои часы должны закрыть Ну, на вскидку хотя бы Ну, минуты три, наверное Три Окей, тогда еще буквально два слова И поэтому мы закрываем час этой песни И уйдем на паузку После чего вернемся в студию обратно Еще целый час времени у нас с вами будет Я хотел вот что Сегодня Да-да-да Нет, это не туда Это не туда Вот Главное, если людьми там по-человечески обошлись Несмотря на аттракционы Пишет Юлия Имею в виду фестиваль С которого вы уехали Сыграф-таки А Сыграф-таки Но это да Но Юлия в данном случае имеет в виду Не очень человеческое отношение На другом фестивале О котором я даже сегодня упоминал Но это отдельная тема Тоже не хотелось бы сейчас ее будоражить Поговорили и поговорили Да, в фестивалях Как будет называться песня? Молодые мы Очень хорошо Это как раз песня с первого альбома Окей Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня среда питания Поехали Молодые мы Молодые Любим мы с тобой Как дурные Ты домой До самого утра не сплю Голова кружится, устала, если взять вина Полегчало, полюбить легко, а мы всего рядом Нет, 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 вместе бы я рядом, нет 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 Волосы вьюные, озорные, а глаза твои голубые Позвоню тебе, а ты уже, наверное, спишь Были времена, рядом жили мимо много раз Прокатили, проходили мы, теперь с любовью рядом Нет, 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 вместе мы рядом нет Сколько я могу страдать, сколько мне ночей Редактор субтитров А.Семкин Вместе бы я рядом. Нет! Вместе бы я рядом. Живые на своем радио. Здесь сегодня группа «Среда обитания». Пауза была большая. Поэтому что, нам рассиживаться. Нужно, наверное, петь дальше. Да. Что это будет? Песня называется «Крыша». Как всегда, еще раз напомню, живой звук в программе «Живые». Поехали! Приятный вечер уходил. Народ смеялся в парках и курил. Кто пил? Кто пил, а кто любил? А кто спокойно время проводил? Окутан воздух в паутинок. Мы лежим на спинах. Крыш! Не закрывайте на ночь. Крыш! Я так люблю смотреть. Крыш! Он говорит, а ты молчишь. Ты любишь, ты в его объятиях спишь. Приятный вечер уходил. Он был загадочен и мил. Зажглись огни проспектов и витрин. Ты в этом мире. И, конечно, не один. Окутан воздух теплым дымом. Мы лежим на спинах. Крыш! Не закрывайте на ночь. Крыш! Я так люблю смотреть. Крыш! Он говорит, а ты молчишь. Ты любишь, ты, ты любишь, ты в его объятиях. Крыш! Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю. Я так люблю смотреть. Крыш! Крыш! Он говорит, а ты молчишь. Ты любишь, ты в его объятиях. 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 Крыш! 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 Женя! Это наши хорошие друзья. Они, кстати, у вас были в гостях. Знаем мы эту группу. Вот, и когда музыканты оценивают со стороны слушая эфира, говорят о том, что звук замечательный. Женя, привет! Респектуха звукорежиссерам сегодня двоим работающим над программой над звуком. И, кстати, я уже неоднократно говорил, что во многом звук зависит не только от звукорежиссера. Какой бы талантливый звукоч ни был, если музыканты играть не умеют, как Борис, то, в общем, и со звуком Лажа. Но здесь все хорошо, ребята делают свою работу замечательно, и поэтому никаких претензий быть не может. Какое-то было сообщение, на него обратил внимание, и вот чего-то его потерял слишком много. Народ требует, естественно, песен в ротацию добавить, само собой, как только они будут записаны, новые песни, с радостью. Кстати, ты обещал сегодня спеть что-то из того, что в ротации крутятся. Знаешь, почему это бывает важным? — Объясню. Зачастую люди, слушающие эфир в постоянном режиме, знают песни, но не увязывают их с конкретными музыкантами. И поэтому, когда звучит что-то уже знакомое, люди говорят, ах ты, ё-моё. Мало того, что группа хорошая, так это оказывается, вот они эту песню поют. Поэтому, если было бы можно, прямо сейчас долго сейчас не болтать, что-нибудь из того, что... — Песня «Рассветы» звучит в ротации нашего радио, и мы её сейчас сыграем. — Давай, давай, давай. Это действительно песня из ротации своего, поэтому мы сейчас её с удовольствием и послушаем. — Погнали. — Песня «Рассветы» Море со мной делило эту долгую разлуку. Я рисовал, стирая собственную руку, а утром поезд уносил меня под землю, в которой жизнь наждалась и тянулись стебли. Росли и распускались юными цветами, с любовью долгими ночами играли, а поезд снес меня тоннелями ночными, и я кричал, не помню чьё имя. Уууууууууууу Солнце манило острыми и теплыми лучами Я так мечтал об этом долгими ночами Встречали добрыми и юными глазами Нас рассветы, рассветы, рассветы Где ты, где ты? Кусочек упоительного счастья И вот уже смятенье не на сень А поезд снова уносил меня под землю В которой жизнь рождалась и тянулись стены Рассветы, рассветы, где ты, где ты? 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 Где ты? Где ты? Хорошо, приятно, когда слышишь то, что знаешь давно, но в другом теперь уже, я имею в виду, в живом исполнении Вот Илья Тиняков, как только вы начали играть, написал, ура, хитяра Ну, понятно же, что те песни, которые звучат в ротации, они становятся людей такими зацепками Для того, чтобы познавать группу, для того, чтобы узнавать, что она еще делает Ну, вот Светлана Коваленко писала Пробежалась в перерыве по аудио на страничке группы ВКонтакте Увы, самых цыплючек-то понравившихся песен и нету Ждем их появления с нетерпением Ну, то есть, те, которые сегодня уже отмечены, были и аудитории, и мной в том числе Пишите, пожалуйста, пишите Теперь у вас есть возможность все это как-то продвигать Мы это сделаем с радостью и удовольствием Более того, я считаю это своим долгом и вообще долгом тех людей, которые работают на своем радио Продвижение хорошей, живой, настоящей, честной, искренней музыки Не важно в каком стиле, главное, чтобы это была неголимая попса и неблатной шансон Все остальное, все остальное, милости просим, что называется Скажи, пожалуйста, вот что стало вдруг любопытно С одной стороны, понятно, что концертов сейчас пока нету Лето и фестивальная пора и масса всяких разных проблем И люди на дачах, поэтому мы, кстати, на летний период, вот на июль месяц Пятую программу в неделю, которая по пятницам отменили То есть, по пятницам нет эфира, мы даем дань дачникам Пусть они занимаются хозяйством, да? А то потом, знаешь как, не засолили вовремя Огурцов с капустой И будут потом сожалеть, что вот так Ну, хоть с одной стороны получали удовольствие А на столе к Новому году нет того, к чему привыкли Пусть будет так Потом в сентябре, естественно, вернемся уже в нормальный режим, пятидневный Но, тем не менее, если уж говорить о концертах, которые у вас были Обычно вы где их даете? В каких клубах? Больших, маленьких? Мы проиграли практически, ну, начинает 16 тонн и заканчивая там И в B2 играли, да, и клубом томат Это самые шедевральные были наши концерты А в каком смысле создавали? Ну, просто тоже связано многое с организацией А, ну, это бывает? Это бывает? Но есть какие-то любимые клубы? То есть я имею в виду, в данном случае, где предпочитаете играть больше? Мне очень нравится China Town Вот, довольно-таки комфортно Ну, то есть небольшие клубы? Нет, небольшие Так, чтобы было глаза в глаза Я люблю такие уютные клубы Ага, это позиция Вот Гороховое поле сейчас открылся, хороший клуб Вот, и у нас есть предложение там сыграть осенью Вот, я думаю, что может оттуда и начнем Ну, вы, естественно, всю информацию размещаете у себя в сообществе Да-да-да, если по поводу концертов, конечно Безусловно, надо следить за этим внимательно Я почему об этом спросил? Мне кажется, что музыка у вас, хотя она и не виолончельная, скажем Так, а достаточно жесткая, но она все-таки очень лиричная Очень душевная такая, как правильно говорят Может быть, это и пошло звучит, душевная музыка Ну, вот она именно такая Поэтому аудитория должна быть близкой, глаза в глаза А кто обычно, вот если иметь в виду аудиторию, которая приходит, кто это? Мальчики, девочки, не знаю, бабушки, девушки, взрослые Ну, от 17 до 40 И кто больше, мужчин и женщин? Не замечал, не обращал? По-разному бывает Ну, то есть у вас нет перекосов никаких? Особо нет Вот как-то по-разному Не, ну, девчонок-то все равно побольше, конечно Ну, когда пацаны такие, да, конечно Девчонки ходят, а как же? Обязательно, это естественно Так В свое время практиковали сильно, давая совместные концерты Был такой период в клубе Мецефорты Вот это с группой «Сегодня ночью», «Знаки», «Семь Б» Вот ты меня сейчас поймал просто Хорошо так дружим с этими ребятами Поймал просто на слове меня Я и хотел подвести к тому, что вы близки, мне кажется, по своей ментальности какой-то И «Знакам», «Очень близки», и есть такая группа «Старый приятель» замечательная группа И я могу даже такой список составить тех групп, которые... Вот я считаю, вы близки Вам очень хорошо было бы вместе в каких-то программах работать Просто потому что та же самая душевность, она присутствует Вообще, это клево, когда музыканты не зацикливаются, скажем, на каких-то гитарных риффах Присутствуют они обязательно Но, тем не менее, основа все же какая-то такая вот душевность Аранжировки, я так понимаю, делают все вместе Но кто тогда этим процессом все же больше руководит? Ты? Да нет, по-разному Каждый вносит идеи, мы их обсуждаем, пробуем Нравится, значит, оставляем, если что-то нас как-то коробит А иногда бывает, что вносим, а потом со временем как-то понимаем, что ну не то И что-то переделываем Но в основном бывают такие нюансы, что мы сделали, и нам это нравится Тогда вопрос, я все усилиюсь его задать Как найти, ну я, может быть, в данном случае не за себя спрашиваю, а за молодых музыкантов Которые тоже стремятся к славе, которые тоже стремятся к тому, чтобы делать свое дело Как найти единомышленника? Потому как вот ты сейчас сказал, что все делают вместе аранжировки В общем, по большей части ты в это не вмешиваешься Значит, музыканты, твои партнеры по программе, в данном случае по коллективу Должны четко понимать, как это должно выглядеть Никто из них не привносит чего-то такого, что мимо кассы, что называется Как это? Как их найти? Как найти таких людей именно? Которые мыслят так же, как и фронтмены Да, они сами как-то по жизни находятся Я не знаю, то ли притягиваются друг к другу Чаще случайно? Чаще, да, даже как-то случайно Саня, с тобой мы как познакомились? Если можно, Саша, микрофон История была очень прикольная тогда, когда приехал на одну репетицию А потом только через несколько лет мы встретились и начали играть Это как раз он приезжал, когда мы еще были под продюсером И вот в то время Выбирали себе как музыкант Тогда там крутилась вся эта непонятная история Но его не отобрали, я так понимаю Да, и мы с Сашкой поиграли, как бы, ну что-то там человека покоробило И, в общем-то, мы встретились только уже спустя год Но уже, а, даже больше, да? Но уже в более свободных условиях Вот я же говорю, что продюсер, он зачастую мешает Больше, чем помогает Кому-кому-то не мешает Я говорю зачастую Нам очень много помогал, на самом деле, человек Но не получилось А что ты называешь «получилось бы»? Что ты видел результатом работы продюсера? Да я, если честно, тогда никаких результатов никто не ждал Мы тогда просто вот делали свое дело И как бы даже не вмешивались вот в процесс, который происходил Окей Тогда другой вопрос, я перефразирую А что ты видишь результатом работы музыкального коллектива? Результатом? Концерты Концерты? Концерты Увеличение аудитории Увеличение аудитории, концерта И чтобы мы могли существовать на то, что мы делаем Ну, то есть, понятно, что бизнес есть бизнес И в какой-то степени он тоже быть обязан Но я сейчас введу немножко в другую сторону Вот посмотри, творец, любой творец, художник, если он художник Делает свою работу не потому, что ему надо, ну, не знаю, собрать как можно больше зрителей А потому, что он без этого не может Тогда получается следующим шагом, когда он это все создает Ему уже хочется вынести это на большую аудиторию, так чтобы аудитория все это слышала И видела, и любила А если, ну, так, посмотрим на эту историю уже теперь через призму существующих реалий Если группа существует 7 лет А ты на данный момент понимаешь Ну, правда, новый состав вот с весны, да, допустим Ну, пускай там какое-то время пройдет И ты будешь понимать, что Или, вернее, как Что должно происходить, чтобы ты понимал, что все идет не в ту сторону Или в ту Вот было на концерте 100 человек На следующем концерте 120 Потом 150 Потом 300 И ты будешь понимать, что все правильно, да? Я думаю, что да А в какой-то момент вот после 300 раз и опять 100 Все? Что-то опять стало не так или что? Ну, нет Не, ну, это же бывает, спады бывают Ну, это, к этому нужно быть готовым, я считаю Вот и все Да? У каждой группы есть определенный пик Потом спад, потом как бы Ну, это по-разному Самое главное, чтобы человек к этому был готов Не опустил руки Вы готовы? Пацаны странно пожимают плечами Мы готовы Хорошо Хорошо Я вообще считаю, что комплементарная часть Вот в моем понимании Это та часть, которую нужно просто пропускать мимо ушей И чаще всего лучше относиться Ну, по мне Я так к этому отношусь К критике Но критика должна быть от людей, которых я ценю Вот я лично Если кто-то, кого я уважаю в профессии Расскажет мне, что я что-то делаю не так Я к этому прислушаюсь А если меня там хвалят со всех сторон, допустим Я мимо ушей стараюсь это пропускать Так вот, что для тебя важнее? Критика Критика Или все-таки комплементарная часть? Да Я и то, и то воспринимаю нормально Что-то я тоже пропускаю мимо ушей То есть, когда тебя хвалят сегодня во время эфира Ты не уйдешь из студии с ощущением звездной болезни? Нет Да, я тебе буду Хорошо Давай тогда петь дальше Что это будет? Батюшка и дурак Это будет панк-рок Неожиданно Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня среда обитания Поехали Лёд и панам Сценами большими Наши по нашим огонь не открыли Рекламные ролики жадно съедая Малыш кока-колу с бутылкой глотает А мама растила его в никотине Он крепый был с детства, он рос в аспирине Таблеткой по жизни, таблеткой вперед Улыбка, значит, его уже прет Юность и моя кровь Поменяет цвет вновь Церковь, а под ней маг Батюшка и дурак В палые щёки Жизнь уже знает Его стороной обойти не желает Кто-то помолится, а кто-то простит А кто-то облаят Слюнявым вулом ты не цуйся в мой дом В этом доме я сам разбирался С собой много лет Здесь то самое лучшее, прелесть и бред Юность и моя кровь Поменяет цвет вновь Церковь, а под ней маг Батюшка и дурак А за днём снова тень А на дне моя жизнь Пролетает, но тень не идёт, а стоит И покрасит в одну Прят волос в голове Ежедневник сменил Уделите внимание мне Я без знака внимания И ехать не стану Я смотрю и я вижу Что рядом ко мне Подошла и стоит чья-то радость Юность и моя кровь Поменяет цвет вновь Церковь, а под ней маг Батюшка и дурак Батюшка и дурак Батюшка и дурак А вы говорите шаблоны Не ломайте Ничего себе Народ то вон что начал писать Сразу Сейчас прям зачитаю Сходу Константин твёрдо пишет Немного панк-рука Вот удивили так удивили Не ожидал от коллектива Такого оборота Жгите парня А Светлана пишет Как хорошо когда у группы Песни в разных жанрах Это очень ценно Не устаёшь от однообразия Это правильно Это мудро Это вот буквально И мои слова Я готов признаться Подписаться под этим Текстом от Светланы Просто кровью Что называется Я считаю что музыканты Должны уметь и делать Разнообразную музыку Не циклиться на чём-то одном И радоваться тому Что у них это одно Замечательным образом получается Кстати возможно Это и школа кавера Школа корпоратива Или ресторана Как раньше было Музыканты самые клёвые Из кабаков выходили Это реально Потому что они вынуждены Были играть для публики Всё что угодно И делать это качественно А потом вот Получалось что Эти люди как раз И натренировывали себя То есть получается Можно ли сказать Что зарабатывая В кавер коллективах Вы наращиваете Мускулы музыкальные И условно говоря Совершенствуют Нет Практика конечно Есть А Борь не согласен Ну Тут опять же Есть несколько аспектов Вот Борис у нас Например очень известный Джазовый гитарист Я это уже понял Да Вот мы с Василием Мы просто ярые металюги А Саня у нас Просто лирический герой Понял Дайте Боре слово Он сегодня молчал Весь эфир Хочется его услышать Да Я хотел насчет каверов сказать То есть они до определенного Момента помогают Но потом это просто Путь в никуда вообще Абсолютно Нет если на этом остаться Остановиться то да Безусловно Да ну вот уже настает момент Когда они мешают творчеству И в жизни вообще Мешают Ну я понимаю что Если бы допустим Музыкант играл только гаммы И ничего больше То естественно это путь в никуда Но нарабатывать себе навыки Все таки надо Ты же как джазовый гитарист Я так полагаю Тоже у кого-то где-то Когда ты снимал Это естественно Это нормально А можешь ты вот так просто сейчас Ты же играешь плохо да Показать нам что-нибудь джазовое Вот просто так В сольном порядке Ну правда клево Очень хотелось бы услышать Музыка Музыка Оно Солка Оно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо! Спасибо! Не будем объяснять, в чем вопрос, откуда берется шум в море. Мы пытались с этим бороться, но, пожалуйста, оказалось, что в данном произведении, как минимум, в сольной партии, джазовой сольной партии, это звучит очень к месту. Давайте двигаться дальше. Программу-то мы с вами вашу полную еще не отыграли, поэтому надо будет двигаться. Что это будет? Это будет песня «Безбилетный джа». Как всегда живой звук. Программе «Живые» здесь сегодня среда обитания. Поехали! Какие сквозняки, как строки мемуар. И та же дрожь у плащадей, а те, кто на вокзалах, ждут те же поезда, все те же самолеты. Дороги наши, в ней одни залеты. Ищи меня на дне глубоких век, в том пламени, что забавляет всех. И так же, как и все, носи цветы. И так же, как и все, носи цветы. И так же, как и все, носи цветы. Бездомный пес, а кем он был тогда, когда кидали гость? И теплая рука ныряла в его шерсть, заливами тепла. И так же, как и все, носи цветы. И так же, как и все, носи цветы. И так же, как и все, носи цветы. После дождя, радуга я, мы будем жить, я безбледный джар. Ищи меня на дне глубоких век, в том пламени, что забавляет всех. Одно и все для меня со стороны. После дождя. Казанов написал чудную вещь. Батюшка, ты дурак, смело. Да еще с какой-то едва уловимой, хоть и драйвовой нежностью было спеток. Не часто мне в последнее время нравится русский панк, но вот та песня реально вштырила. Но что сказать, это комплимент. А, кстати, Константин твердый. Смотрю, группа играет во многих стилях. А пробовали ли играть в стиле реги? Пока еще нет, но есть наметки. То есть и сюда вас тоже не нравится? Есть, есть, да. Есть пару песен. Да-да-да, а нянча не готова, да? Нет, еще пока нет. Ах, жалко. Ох, жалко, вот чад бы как легло бы. Ах, после такого хардишника. Просто любопытно было бы, как это звучит. Одно с другим. Значит, божечки, что это соло бесподобно. Я читал, по-моему, да? Соло бесподобно. Я готов это еще раз прочитать. Борису будет приятно, я думаю. Я надеюсь, как минимум. 46-47. Браво, Илья Тиняков. Ну, тут много, в общем, комплиментов. Чего все читать. Спасибо. И так я уже вам наспену столько шоколаду налил. Слизывать устанете. Значит, 46-47. Это короткий номер для СМС. К ваших сначала свои, про Бельчика. А дальше все, что хотели бы адресовать коллективу. Это и вопросы, и эмоции, и впечатления. Делитесь, пожалуйста, всем, что есть. А ребятам это будет, я думаю, любопытно. Потом почитать, посмотреть, послушать. Значит, вот. Вот это я не могу не прочитать. Вот это не могу. Это не имеет, правда, отношения к коллективу. Но очень приятно, когда аудитория это понимает. Василий пишет. Светлана, программа «Живые» учит тому, что не обязательно панки играют только панк. Музыканты разноплановые люди и вполне могут позволить поиграть в разных стилях. Ах, как приятно это услышать, на самом деле. Люди это понимают. Это здорово, потому что действительно очень разноплановая, разнообразная музыка в живых. Как, собственно, в ротации. Я вообще считаю, что музыки два жанра. Хорошая и... Неплохая. Так вот, второй, который... Ну, у нас, естественно, нет. А все, что касается хорошей музыки, звучит с величайшей радостью, с величайшим удовольствием. Послушай, вот давай-ка вот в эту сторону сейчас сквозанем. Тоже стало любопытно. Опять же, понимая, что вы разнообразные люди, понимая, что вы играете музыку совершенно разную, и вы, несмотря на то, что интересы, я так понимаю, музыкальные, слегка отличаются, ну, мягко скажем, слегка, да, специфически отличаются, вы все равно вместе, и вы все равно занимаетесь этим в команде ИДИ. Иди, вот разошелся, наконец, Борь. Занимаетесь этим вместе в коллективе «Средообитание». Просто у Сани бешеная харизма, мы его все очень сильно любим. Это, ну, человеку прямо свыше дано, и поэтому мы его поддерживаем. Мы очень много работаем, я работаю, иногда бывает то, что я считаю, там 15-17 коллективов. Вот, но у Сани... Да. Обалдеть. А как ты удаляешься успевать-то все? Не всегда успеваю. У меня бывает то, что я прихожу на репетицию, и там, оказывается, в одно время две репетиции. Просто бундеркинг, так-так. Ну, бывает то, что я путаюсь, у меня уже крыша едет, но Саню мы любим очень сильно, потому что он... Потому что он хороший. Никогда тебя не брошу, потому что ты хороший. Любимый. Любимый. Так, подожди, секундочку, не уходи. Ты сказал, что 15 коллективов, да, у тебя 15? Ну, хотя бы какие-то можешь вспомнить? Просто любопытно. Ну, это будет реклама. Ничего страшного. А что такого у нас? Ну, всякие джазовые истории всякие в основном у меня. И каверовые. Ну, хорошо. Каверовые. Ну, не знаю, у Нюши я сейчас играю. Сядь на место, пожалуйста. Не ожидал от тебя такого. Джазовый коллектив Миша. Я, честно говоря, не знал, что Нюша играет и поет джаз. Для меня это откровение, если честно. Да нет, ладно, это шутка. Ради бога. Музыканты обязаны уметь и играть все, что угодно на самом деле. А для того, чтобы прокормить семью, и на нас приходится, да? На нас приходится. Да. Никуда от этого, к сожалению, не деться. Вундермен, пишет Оксана Ерофеева. Это правильно. Действительно вундер и действительно мен. У нас все меньше и меньше времени остается до конца программы. Я так понимаю, что по программе у вас еще две песни там должны быть. Две песенки еще, да. Две. А если бы я попросил, хотя не знаю, насколько это возможно, вы ведь недавно начали вместе, да? Работать, может быть, еще не отработана вся программа до конца, неприятного зверя, нет? Нет, к сожалению, сейчас не получится, да, потому что еще мы даже не... А предательство? И предательство тоже. Жалко. Я да и сейчас ротационные песни называю для того, чтобы, опять же, немножко потрафить аудитории слегка, чтобы они услышали в живьем. Я думаю, мы не последний раз вас. Самоуверенно сказать. Да нет, нет, ради бога, будет новый альбом, да, будет новый альбом, у нас традиция такая, как только хороший коллектив выпускает новый альбом, пожалуйста, связывайтесь с Юлей, она логистикой, собственно, и занимается, она распределит это все дело. Разберемся, может быть, по осени, да, получается, когда вы там, в августе, песня будет, обязательно, в середине августа должна быть песня, мне премьера, надо что-то ставить. Хорошо. Да? А там уже альбом, а там уже и посмотрим. Мы, кстати, еще с Аленой Романовой собираемся сейчас совместно песню записывать. Еще раз. Алена Романова, это вот как раз человек, который поет в ДДТ. Я понимаю, а что значит совместность? Ну, записываем совместную песню, ну, то есть, споем вместе. А есть такой уже опыт у тебя? Таких экспериментов? Был эксперимент, это было давно, мы с Ильей Задорским, это как раз арт-директор клуба Мецефорта, вот у нас выходили такие акустические альбомы, делириумы. Но вот такого большого опыта пока не было все равно. Ну, большого его нет. Нет. Ну, просто интересно тогда будет послушать, как это будет звучать с женским-то вокалом вместе. Просто любопытно. Ладненько, давайте дальше, чтобы время не терять, что-нибудь еще споем. Что это было? Песня «Убегу» называется. Как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня среда обитания. Поехали. Непонятные дома Полупьяное сознание Утро снова будет день Я уйду куда-нибудь, распоясавшись нежданно. Убегу в свою весну Убегу в свою весну Прилетай скорее ко мне Птицы мира, птицы счастья Покидай страну людей Очень долгая дорога Я встречаю Добрый путь в мою весну Добрый путь в мою весну Добрый путь в мою весну Пора войти Задит сознание Оно рисует лишь тебя 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 Шум моря Шум моря, да Он присутствует Вот это фишка у коллектива такая Во всех песнях присутствует некий шумок моря Как будто бы раковину слушали Сегодня в такой стиле Сегодня мы на море Среда обитания Ну, собственно говоря, среда обитания может быть всякая, правда? И морская в том числе На Грэмфесте Не упоминай на нынче Глядя В суе, да? Не упоминайте в суе, пожалуйста Давайте двинемся дальше Времени осталось, правда, совсем немножко Но все-таки вот чего хочу коснуться А вот смотри Если уже посмотреть Пардон за тавтологию На историю группы Готов ли ты подтвердить мой тезис? Я сейчас часто об этом музыканту спрашиваю Для того, чтобы самому в этом окончательно убедиться Я как-то посчитал для себя Ну, просто элементарно вычислил По многим параметрам Что группе для того, чтобы стать группой Не в том плане, что они стали хорошими А потому, чтобы заявить о себе Плотно уже, мощно И чтобы обрести некую известность Я сейчас не говорю такую всемирную А вот такую устойчивую известность Нужно от 8 до 10 лет Да Вам сейчас 7 То есть осталось совсем чуточку В принципе Еще годика 2-3 Чего-то Боря расстроился До того момента Когда вас уже не будут говорить Что это молодая группа Ну, все будут Да, среда обитания Да, есть такой коллектив Ну, может быть, музыка не моя Но коллектив такой есть То есть именно вот до этой стадии Насколько ты с этим согласен? Полностью согласен Ты тоже как-то считал Ну, я же слежу за музыкантами И вообще интересуюсь творчеством Ну, у наших рок-музыкантов Очень такой долгий путь И тернистый Вот Ну, у многих, в общем-то А почему, как ты думаешь? Почему? Ну, потому что, наверное Ну, все это вот И заключается в том, что у нас вот Индустрия рок, она вот так развита Что вот, ну, мелкими шажочками И как бы сами Вот, по крупицам Никто не поддерживает Да Нет, ну, есть же специальные Специализированные радиостанции Вот еще одна появилась Вот, слава богу, что они появляются Это очень хорошо А как иначе-то? А есть станция, которая уже 16 лет существует Наше радио называется Которая, в общем, для этого, мне казалось И создавалась Вот сейчас особо история не нравится Там на нашем радио почему-то Мне тоже, ну, это другая Потому что Мне кажется, там все время звучит Одна и та же песня Постоянно Уже много лет Тебе не только Это не только тебе кажется Она только изменилась, когда вы там Спасибо большое Она поменяла свое Хорошо, что ты об этом сказал Не до эфира, а после Теперь ни у кого не будет мысли О том, что из-за этого Ты сюда пришел Нет Хорошо, что это Хорошо, что ты это Понимаешь Ну, действительно так Это беда И боль моя Как минимум Потому что мне так и не удалось Довести до ума Все, что там Пытался сделать Просто потому что Сложились так обстоятельства Но именно поэтому И создана эта станция Своя радио Для того, чтобы Все же начатое дело Я не умею бросать Вот парадокс Надо довести уже до ума Мне музыкантов жалко Тех, которые делают Хорошую музыку И при этом Нафиг никому не нужны Оказываются Хотя при том, что они делают Они могли бы стадионы поднимать Кстати, что касается Стадионов С одной стороны Я понял, что тебе больше Нравятся такие небольшие Кулуарные клубы Где глаза в глаза Где публика рядом А с другой стороны Если вспомнить 90-х Тогда, конечно, было все проще Тогда на волне Вот тех всех преобразований Даже средненькие коллективы Умудрили стадионы собирать Мне просто интересно А если бы, допустим Пришлось работать На тысяч 30 народу Ну, мы с удовольствием Поработали А почему нет? А есть к этому готовность? Это ведь страшный стресс Есть Есть Да? Есть Нижнекамские как-то играли На день города На стадионе Совершенно комфортно было Сколько там было народу? Ой, ну где-то около 15, наверное, тысяч Ну, тоже хорошо Вот Тоже хорошо Но, в принципе, ты чувствуешь себя комфортно Ты не теряешься Нет Совершенно Ну, это очень круто А если Это еще хорошо все обеспечено Технически И ты чувствуешь себя комфортно на сцене То Вообще великолепно Ну, то есть ты готов к свершениям Да Я к этому веду Конечно Вот, может быть, скорость И придется так поработать На большую аудиторию Ты же понимаешь Все, все, я тебя услышал Сергей Маляев написал Привет, живые Сегодня, к сожалению, слушаю урывками Но то, что удалось услышать Создало очень приятное впечатление Я постараюсь познакомиться получше Но Для того-то все и делается Чтобы ознакомливались с творчеством коллектива Более плотно и получше Но песен новых надо обязательно Обязательно надо И чем больше Ну, я имею в виду качественных Тем лучше Чем быстрее они появятся в моих руках Тем лучше Чем они быстрее свет увидят Это было бы как раз очень хорошо Клипы есть у вас? Клипы есть парочку Тройку Ну, это еще со старым составом Вот то, что С этим еще пока ничего нет Мы планируем видео А те клипы, которые есть Как называются? Официальный клип? Или кто-то делал там для себя И вам принес? Нет, официальный мы снимали там Ну, мне, если честно Эти работы не особо нравились Почему? Потому что больше Была продюсерская рука туда Замешена А каким ты видишь идеальный клип? Настоящим Спасибо большое Я понял Я сразу взял себе Какие перьев и таких Нет, ну какие перья Это у Нюши перья Какие у среды обитания перья Чтобы Боря был вот таким, какой он есть Он такой замечательный Он такой, какой он есть Нет, я к тому, что Почему спрашиваю Сейчас модным и Не то, что модным А самый простой путь Музыканты играют И все, что они играют В песне, в клипе, скажем, рисуются Я иду по берегу Повет музыкант Идет какой-то мужик по берегу Большая волна И пошла волна в кадре Но это как Станиславский Как-то говаривал В бытность мою театральную Не мне лично Просто читал об этом На лекциях читали Что самая паршивая и пошлая Инсценировка Это тогда, когда артист ходит по сцене Ест яблоко На виду у всего зала И произносит Я ем яблоко А я что, не вижу? Зачем ты мне об этом сообщаешь? Если ты не работаешь в это время На аудиторию незрячую Зачем ты сообщаешь? Я же вижу Ну да Вот И самая паршивая история Когда реально режиссер Так называемый в кавычках Просто переносит песню Реально в картинку Поэтому у всех свое идеальное видео Вот ты каким идеальным клипом Своё видишь? Может быть, какой-то стюрелистический клип Ты хотел бы сделать? Может быть, мультипликационный Я не знаю Анимационный Ну вот, может быть, да В мультипликации как-то интереснее Ну, пока вот Не сложилось Ну, нужно, наверное, да Ещё не пришёл тот человек В наш коллектив Который мог бы Ну, какие-то идеи донести То есть, пока режиссёра Нет в вашем коллективе Да, к сожалению Я понял Ну, может, найдётся Сейчас послушают Кто-нибудь эфир Зацепится вашими песнями Увлечётся И появится Сколько длится Та песня, которую мы сегодня Эфир закроем? Ой Ну, три-три с половиной Окей Хорошо Значит, сейчас будем финалиться К сожалению Два часа пролетели Просто Одним мгновением Я, честно говоря, не успел даже И осмыслить то, что произошло Но произошло что-то очень яркое Как мне показалось В качестве анонса Хочу сообщить Что завтра В программе «Живые» Группа 25-17 Это Очень сложный для нас эфир Сразу скажу Потому что добивались мы Их приходов в студию Очень долго Объяснять причину сложно Ну, просто очень трудно Собрать людей вместе Для того, чтобы они пришли Поиграть на радио А тут ещё и другие были факторы Ну, в общем, ждём этого эфира Не потому, что они лучше вас Нет Я сейчас говорю об этом Совершенно честно А потому, что это вот Больная история Это как Как ребёнок Которого рождает Мама в муках Вот тот, который родился легко К нему и отношения чуть легче А вот Тому, которого родила через боль Как-то и Да Так вот Завтра 25-17 А сегодня Вы закроете программу Свою музыкальную Какой песней? В путь дорогу Ты смотри Как всё распределяется Молодцы Всем пока До завтра Спасибо вам огромное Свидое обитание Здесь Поехали Вспоминали девок и прекрасные дни О войне Вспоминали девчонки Подняла и больше не давала нам спать Выгнала из дома во широкую степь Попробожала мама и подруга моя Слёзы напоминают, что в себя берегли А мы шли в атаку с троекратным Ура! Думая о том, как святое место спасти А мы шли в атаку с троекратным Ура! Думая о том, как святое место спасти Давай, Боря! Ночью звёзд не видно Враг сранился до дня Можно помолчать и покурить папирос Может быть дождётся меня, дева моя Ну а коли нет, то память вечная мне Может быть дождётся меня, дева моя Коли нет, то память вечная мне И шор!